всем привет я заранее не объявляла о времени потому что не знала когда смогу выйти и сейчас вот у меня есть буквально полчаса чтобы ответить на вчерашний вопрос из эфира зашел разговор про ценообразование спрос на маникюра на маникюр после выхода из карантина привет милочка привет вот и я решила выйти прям вот быстренько не растягивая на час даже подготовила прям небольшую презентацию ну просто такие подсказочки и себе и вам о чем пойдет речь сейчас сразу включу чтобы те кто присоединялся вообще понимал о чем сегодня будет речь вот так видно да смотрите вчера вела эфир они уже к сожалению не в доступе вот но я надеюсь что успели посмотреть и под самый конец этого эфира прозвучал такой вопрос в комментариях что типа ну во первых мы обсуждали вообще в принципе ценообразование сейчас на многие товары по безопасности и потом прозвучал вопрос о том что же будет со спросом и с ценами на маникюр когда вся эта история с карантином закончится повсеместно не только в некоторых регионах где уже сняли послабление но и во всех остальных где еще оставили я сейчас коротко прям вот у меня реально минут 20 наверное 30 есть чтобы ответить на этот вопрос развернуто потому что я поняла что в stories это будет очень затянуто но и да кстати очень важно я вчера тоже об этом говорила что в конце эфира у меня будет для вас очень важные новости сообщения наверное вы уже видели их на странице у насти но я повторю здесь продублируем в конце там слайд подготовила в общем смотрите у нас есть несколько категорий я эфир сохраню так что не переживайте все кто сейчас не успеет или не может каким-то причинам посмотреть онлайн не переживайте потом пересмотрите в записи смотрите у нас есть несколько категорий мастеров мы сейчас я возьму конечно по московскому региону если оценивать по каким-то удаленным регионам небольшим регионом до 9 там население поменьше чем в москве то все цифры которые здесь буду озвучивать в принципе можно немножко уменьшать но в общем и целом сама суть ну как бы как сказать идея да она остается такой же то есть ничего не меняется у нас есть маникюр до 1000 есть маникюр до 1700 сейчас мы немножко перескочим объясню почему у нас есть маникюр от 2000 целевая аудитория до мастера и клиенты которые мастера которые работают за такую цену клиенты которые ходят на маникюр за такую цену и маникюр от 5000 сейчас не падаем такой маникюр реально существует вот есть даже и больше но я уже не стала добавлять чтобы со всех совсем не не шокировать так вот смотрите там есть вот небольшое такое как сказать небольшая дырочка в 300 рублей куда же делись клиенты да 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 всем привет привет я немножко буду тараторить потому что реально боюсь не успеть так вот вот куда же делись те клиенты которые от 1700 до 2 да не все там же просто есть среди них те кто попадет в категорию до 1700 а есть среди них кто попадет в категорию от 2000 все эти скажем так деления они очень условные очень условные поэтому я сейчас попытаюсь вам объяснить свое видение ситуации я думаю что вы поймете о чем я так вот очень зависит очень влияет я сейчас вернусь потом к этой картинке ой не то так вот очень зависит цена на маникюр от и доход клиента они взаимосвязаны это вы ну эта картинка это не вся там целый слайд была эта часть слайда из презентации которую мы показывали на курсе я считаю так вот не знаю насколько хорошо видно но я сейчас объясню что на ней написано смотрите маникюр у нас не предмет первой необходимости то есть маникюр ну по сути это роскошь это блажь есть люди для которых маникюр очень важный атрибут повседневной жизни причем на самом деле это не всегда ну в смысле это безусловно есть среди таких людей для которых маникюр является важным атрибутом обеспеченные люди и так далее но есть люди которые есть женщины до которые просто любят когда их руки ухожены не в зависимости от их достатка они всегда будут на это находить выделять средства но в общем и целом это такие исключения в общем и целом очень зависит от того какой доход ваших клиентов и как это связано с вашей ценой смотрите что на картинке нарисовано рассмотрим первого человека выдуманного у него зарплата 30 тысяч рублей если он пойдет на маникюр за две с половиной тысячи он отдаст за маникюр восемь процентов своей зарплаты восемь процентов ну как бы это не очень как как сказать восемь процентов это на самом деле немного если смотреть на какие-то я не знаю там нужды глобальные но как я уже сказала маникюр не является предметом первой необходимости соответственно выделять каждый месяц восемь процента и чаще выделять восемь процентов от своего ежемесячного дохода достаточно затруднительно для такого клиента поэтому он скорее всего да 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 обязательно сохраню эфир он скорее всего не будет находить возможности то есть он будет искать маникюр под дешевле да чтобы относительно его зарплаты это было не восемь процентов следующий выдуманный нами человек которого доход 50 тысяч рублей если он пойдет на маникюр за две с половиной тысячи это будет пять процентов от его зарплаты это уже хотя разница вроде бы казалось небольшая но это ну в плане процентов но это уже более не менее уместно и приемлемо то есть если мы возьмем человека который зарабатывать 50 тысяч рублей и он их там тратит например только на себя у него нету необходимости обеспечивать еще кого-то да или платить за жилье потому что за 50 тысяч рублей но если ты еще платишь за съемное жилье достаточно проблематично даже эти пять процентов выделить на не предмет первой необходимости и третья категория да ну опять же их больше я так условно разделила и в курсе мы там условно про это рассказываем чтобы вы просто понимали взаимосвязь так вот третий выдуманный мной человек у которого заработная плата 100 тысяч рублей и он совершенно спокойно на самом деле может потратить два с половиной процента от своей заработной платы на маникюр да это не предмет первой необходимости но два с половиной процента из 100 это не такой большой кусок как 8 или 5 потыкать и мне пожалуйста сердечки или поставьте плюсики в комментариях вообще понятно то что я сейчас вам рассказала и объяснила была ли у вас эта цепочка в голове до этого или сейчас вы действительно обратили на это внимание и выстроили эту взаимосвязь и взаимосвязь подожду прям несколько секундочек сердечки вижу значит все понятно окей возвращаемся вот сюда смотрите так вот скорее всего это мое мнение сейчас озвучиваю только свои предположения о том как это будет после выхода из карантина скорее всего так как в любом случае независимости от вот тех категорий до клиентов то и независимости от их дохода до карантина независимости от их ну точнее в зависимости но смотрите даже если доход во время карантина ну клиент был до карантина обеспеченный на во время карантина представим что у него сохранилась уровень дохода тогда ну как бы для него ничего на самом деле не повинялось он прям ждет спит и видит когда открыться откроется он красоты он побежит записываться на услуги красоты если человека во время карантина потерял тот хороший доход который был у него до карантина есть вероятность того что он будет уже более осознанно тратить свои деньги потому что у него может быть по-прежнему все хорошо есть там сбережения но в течение достаточно продолжительного количества времени новых средств не поступало поэтому ну как бы здесь уже траты будут более осознанно мы должны были развиснуть но все равно ну скорее всего эти люди не откажут себе в том чтобы порадовать себя и посетить салон красоты есть вероятность того что они не будут пользоваться какими-то дополнительными услугами до возможно сделать однотонное покрытие не будут делать дизайн там не знаю какой еще пример не будут пользоваться спа услугами которыми пользовались обычно но при этом они будут пользоваться пойдут на маникюр и запишутся не в зависимости от того ну как бы изменится цена или станет она больше потому что у них есть возможность на это что же будет я иду сверху вниз так или снизу вверх но в общем ну исходя из моих надписей я иду снизу вверх так вот с маникюром за 2000 от 2000 будет примерно то же самое а вот с маникюром до 1700 ну по идее от 1000 до 1700 есть вероятность что будет снижение спроса это опять же я повторю что это мое предположение я не не там предсказатель будущего не знаю как будет это просто ну как бы анализ исходя из тех там данных опыта и знаний которые которыми я обладаю я вчера говорила что считать я научилась да и курс крутой мы сделали по подсчету себестоимости вот и прокачиваю себя в отношении денег постоянно и взаимоотношения с проектами но с точки зрения глобальной экономики я не очень разбираюсь поэтому возможно кто-то оспорит мои предположения но мне кажется что люди у которых доход которые вот аудитория до целевая аудитория которая ходила до карантина на маникюр за стоимость в 1000-1700 рублей я предполагаю что это аудитория у которой есть определенный доход я не хочу сейчас какие-то клише вешать я надеюсь сейчас я никого не обижу потому что у меня нет такой цели я просто анализирую как я уже сказала рынок и те данные которые которые я вижу которыми я владею так вот скорее всего это аудитория у которых до карантина может быть и был стабильный доход который позволял им ходить на маникюр за 1000-1700 во время карантина есть вероятность что этот доход либо вообще исчез либо снизился и поэтому есть вероятность что мастера которые работают в ценовой категории у 1000 до 1700 как я уже сказала там еще есть от 1700 до двух вот эти вот люди они либо либо к маникюру до 1700 относится либо к маникюру от двух нужно ориентироваться на конкретный сейчас отвечу на вопрос да вижу так вот есть вероятность того что у них доход соответственно во время карантина либо исчез совсем до его не было либо он сильно сократился я не уверена что эти люди первым делом по завершению карантина побегут делать маникюр побегут те для кого это жизненно важно побегут те у кого есть возможность те у кого ну извините кушать нечего атаки реально есть особенно ну я не знаю как обстоят дела в регионах я могу судить только по москве и опять же могу судить только по ну скажем так своему окружению вот и я понимаю что есть те которые будут ждать возвращения ну стабильности некой для того чтобы вернуться к этим процедурам что же делать мастерам которые находятся в этой категории включать голову потому что если вы можете вот сейчас прям пересесть на категорию выше вам нужно это сделать если вы понимаете что уровень ваших работ дотягивает вы работаете на себя и вам было страшно поднимать цены добро пожаловать на наш курс я считаю минутка рекламы так вот если вы понимаете что уровень осознанно да без всяких вот этих ой я недостаточно хороша без самокритики без самокопания вы считаете что вы до сейчас до карантина делали маникюр за 1000 тире 1700 но вы понимаете что вы на самом деле себя недооценивали да потому что у вас хороший уровень хорошее качество маникюра хороший уровень знаний то есть вы можете делать дороже вам просто было страшно нужно сейчас срочно найти вариант переобуться нужно найти срочно вариант попасть в категорию от 2000 там где спрос на услуги красоты скорее всего не снизится потому что если вы боясь потерять вообще совсем какую-либо занятость перейдете в категорию до 1000 до то есть испугавшись за то о том что у вас сейчас снизится спрос и вы начнете ну как это называется до демпинг рынка когда сейчас почему все так почему этот вопрос вообще возникает потому что почему-то все боятся что сейчас начнут ну и не то что боятся уже начали некоторые играться с ценами и там завлекать скидками я сейчас про скидки отдельно скажу еще так вот если вы опустите вниз вниз вам потом возвращаться будет сложнее поэтому либо если нет возможности по какой-то причине например не дотягивать уровне маникюра или вы не знаете как попасть в эту категорию от 2000 да значит нужно пересидеть вот на том уровне который есть у вас сейчас даже если спрос будет снижен это не факт я могу ошибаться я очень надеюсь что я ошибаюсь я очень надеюсь что в любой категории ценовой маникюра у нас будет спрос после выхода из карантина я на самом деле очень в это верю потому что все уже и страдались все соскучились по работе по ногтям особенно те кто реально всей душой это любит так вот я это говорю к тому что если вдруг не получается пожалуйста я умоляю только не падайте вниз не нужно вот туда вот в маникюр до 1000 а если у вас маникюр до 1000 то вообще вам ай-яй что вы там делаете особенно если вы круто делаете маникюры вообще ай-яй так отвечу на вопросы про скидки по меркам москвы 1700 это дешево или средний уровень ценника сейчас средний сейчас сложно сказать до все этой истории с пандемии коронавируса 1700 это но я бы сказала что это уже было не средне по москве наверное последние полгода где-то средняя цена по москве это около двух тысяч рублей поэтому я говорю что если вы меня смотрите из региона ориентируйтесь на регион хоть я всегда движусь от словосочетания средняя цена по городу потому что безусловно есть определенные факторы но вы сами устанавливаете свои средние цены по городу понимаете то есть от вас зависит если вы сможете донести своему потребителю о том что средняя цена она вот такая и донести это не только потребительную всему сообществу я считаю что это каждый вправе сделать я всегда привожу пример с айфоном который во всех городах во всех регионах стоит 100 тысяч рублей и как бы компанию apple не волнует какой регионы какая численность у него немножко некорректное сравнение с точки зрения разовой покупки телефона и регулярные услуги маникюра но я к тому что пожалуйста не оправдывайте себя средней ценой по городу так еще какой-то вопрос я видела упал да из екатеринбурга привет екатеринбург сколько стоит у вас маникюр 3000 рублей стоил до карантина сейчас его не делала уже почти два месяца вот 15 числа будет два месяца ровно как я не делала маникюр мне уже руки чешутся так по поводу скидок смотрите я не помню дело какое-то а да вот почему скидка на маникюр не самый лучший инструмент привлечения удержания клиентов при том что в конце эфира я вам расскажу про скидку на курс но знаете мы просто с насти насти уже рассказала насти это моя коллега с которой у нас есть совместный проект курс я считаю если вдруг кто-то и здесь присутствующих этого не знает мы на самом она вчера уже она вчера уже выложила об этом в stories я вчера просто у меня была другая задача другая тема на повестке дня поэтому я сегодня к ней присоединяюсь и сегодня про это рассказываю мы с ней очень долго обсуждали курс я считаю на стартовал да вот привет это настя вот она тут присоединяйтесь к ней подписывайтесь на ее страничку в общем мы очень долго с ней обсуждали потому что курс у нас стартовал январе и с этого момента мы не делали ни разу никакие скидки мы делали розыгрыши мы дарили этот курс но скидки мы не делали потому что на самом деле в курсе мы очень долго объясняем и рассказываем и сейчас я тоже вам расскажу что скидка это не самый лучший инструмент привлечения удержания клиентов но вся эта история со скидкой на курс я считаю знаете что дала мне понятие наткнула меня на следующую мысль я начала это анализировать и да я согласилась на эту скидку и да я на самом деле понимаю сейчас насколько это важно потому что действительно очень многие люди которые не могли ну по своим каким-то причинам позволить себе курс по полной стоимости сейчас его приобрели уже начинают считать и я понимаю что этот курс для меня этот курс не только про деньги я сейчас именно говорю не про наполняемость курса а про мое отношение к нему то есть это для меня не просто продукт с помощью которого я зарабатываю для меня курс я считаю почему мы так часто проводили всякие розыгрыши и дарили этот курс потому что для меня это продукт который действительно может изменить сознание людей и изменить индустрию к лучшему то собственно это та цель которую я вообще в принципе перед собой ставила когда ставила и ставлю и буду уверенно ставить когда остановилась инструктором потому что инструкторство и вообще вот эти все инфопродукты это не только про деньги это про изменения и вы видите сами сколько я и другие блогеры другие мастера инструктора люди в нашей индустрии делают всего бесплатного не все но есть те кто очень много информации дает бесплатно и вот это вот как раз таки про изменения и те слова благодарности которые приходят они безусловно показывают что ты в правильном направлении движешься так я немножко ушла в лирику ссори в общем про скидку что я поняла я всегда внутренне была против скидок на маникюр но мы все равно обсудив снасти решили сделать скидку на курс и я и даже записывал такой голосовой в телеграме о том что я очень боюсь или как так и сформулировала что типа это противоречит тому что мы говорим в курсе что скидка это обесценивание ваших услуг вашего труда и я очень боялась что это будет воспримет воспринято именно так но знаете что я поняла что курс это единоразовая покупка и вот если вы своей работе продаете например крема какие-то спа какие-то ну то есть мы тоже там рассказываем про то что продажи кремов масел и каких-то как рассказать уходовых средств это больше как клиента ориентированность чем как коммерческая какая-то история потому что клиенту очень круто когда он пришел на маникюр и тут же сразу купил уходовую косметику ему не нужно вот это вот искать где-то там бегать а вот мне там мой мастер посоветовал такое масло где же мне его найти нет он сразу к вам пришел ушел с красивыми руками и ушел с коробочкой с вонючкой вкусные которые он дома придет и весь обмажется и будет ему счастье и он рад что он потратил на это очень мало времени и усилий то что он просто записался к вам на маникюр а получил больше да то есть это как инструмент как я уже сказала некого сервиса так вот вот на эти уходовые вещи можно делать скидку и я бы даже сказала ну где-то нужно до для увеличения продаж да там например купи там крем себе и маме в подарок там со скидкой такой-то например просто первое что мне пришло в голову так вот когда у вас есть какой-то разовый продукт который не имеет под собой скажем так как это объяснить ну то есть вот на примере нашего курса до что я поняла исходя из вот того что мы решили дать скидку что вот здесь и сейчас вам нужен этот курс да возможно вы его когда-нибудь купите еще раз когда мы сделаем его еще супер крутым когда вы забудете все то что мы в нем рассказывали захотите вернуться когда вы захотите еще раз на нас посмотрите послушать да возможно вы еще и кстати здесь мы тоже снасти в этом плане я считаю что вообще мега крутые потому что для всех участников когда-либо проходивших наш курс у нас изначально были специальные условия изначально было половина цены от стоимости и всякие другие разные плюшки поэтому вот на разовый продукт до скидка это вполне себе оправданно а когда вам нужно выстроить с клиентом долгие продуктивные отношения отношения которые будут строятся не на выгоде отношения будут которые строятся на взаимоуважение и как это сказать вот вы для своего клиента должны стать тем важным элементом это это замечательно смысле это сейчас я боюсь что это очень корыстно прозвучит но вы должны стать незаменимой вы должны стать тем мастером которому захочется вернуться независимости от того карантин пандемии не пандемии есть деньги нет клиент ваш всегда найдет на деньги на маникюр у вас потому что вы понимаете его потому что вы делаете ему самый крутой маникюр потому что никому вообще никто другой не может понять его там руки не может так бережно к ним относиться не может ему сделать такую офигенную форму не может сделать такое крутое выравнивание не спрашивает у него типа выбирать цвет окрасит тот цвет который нравится именно ему вот каким мастером вы должны быть для своих клиентов и скидка этому не способствует к сожалению скидка на маникюр привлекает только халявщик есть исключительные случаи когда вы знаете положение своего клиента и понимаете что он очень хочет прийти к вам на маникюр но вот сейчас да такая ситуация он остался там без работы денег нет вы в индивидуальном порядке можете предложить этому клиенту какие-то специальные условия потому что вы цените сотрудничество с этим клиентом вашу работу потому что вы цените его потому что этот клиент никогда вас не подводил потому что вы хотите сохранить с ним хорошие отношения много может быть причин но то есть миллион масса я просто говорю про то что когда вы делаете скидку для всех вы тем самым ну как это объяснить ну то есть вы возможно даете то что у вас не просят и тем самым да я считаю что скидка на маникюр это обесценивание своей работы вы говорите что на самом деле вы можете пилить и за меньшую стоимость но вот сейчас вот такая ситуация поэтому я буду пилить за меньшую стоимость ну ну как бы ну конечно решать вам конечно я не могу полностью в полной мере до понять ситуацию каждый из вас и возможно в какой-то из этих ситуаций скидка действительно будет выходом но я еще раз вот вернусь на этот слайд и очень вас слезно попрошу я знаю что страшно я знаю мне тоже не поверьте я кстати уже тут подумала мне капец как это страшно но я подумала что прям я хочу вообще отчитаться за время моего карантина потому что мне кажется со стороны кажется что инструкторам очень круто живется и что типа у нас вообще все зашибись и типа им мы там курсы онлайн продаем и все классно вот я реально хочу прям написать цифры моего заработка за марта апрель за половину марта апреля и вот сейчас целый май и показать что еще написать желательно список выплат ежемесячно ну в общем я решу сделать это или нет потому что немножко стремно так мне как потребитель всегда кажется если скидка на услугу то нет спрос то ли мастер хня то ли материал вот то есть скидка на продукты на одежду на какие-то продукты это немножко про другое да а вот именно скидка на услуги услуги постоянного пользования я бы даже так сказала то есть не то что вы купите скорее всего один раз один раз этим воспользоваться не знаю коррекция зрения это услуга надеюсь которой вы воспользуетесь один раз и скидка на коррекцию зрения она конечно немножко подозрительно но если клиника проверенная отзывы хорошие и вообще у вас там делала коррекцию огромное количество знакомых родственников скидка на коррекцию зрения это круто это то чем можно воспользоваться а скидка на поход к стоматологу которому скорее всего одним разом не обойдется это уже как-то вот типа стрёмненько а если у вас не скидка а какая-то доп услуга типа приходите к нам там не знаю на пломбирование чего-то там мы вам тебе подарим отбеливание зубов я просто сейчас из головы выдумываю какие-то примеры которые вот ну просто мне сейчас приходит поэтому не судите срога ну вот в общем это то на самом деле что больше ценится чем скидка то есть дать что-то сверх того что вы уже и так пообещали это к вопросу я уже поднимала этот вопрос эту тему в открытых эфирах это тема из нашего курса про я считаю что когда вы стоимость процедуры включаете ремонт то что должно оплачиваться отдельно вы опять же обесцениваете и вы говорите о том что да мне не сложно я тебе починю вы лучше дайте сверху что-то приятное то чем может воспользоваться каждый потому что если человек ни один ноготь не сломал а у вас стоимость процедуры включен ремонт он не может им воспользоваться он как дурак платит те же 2000 а уходит без ремонта хотя он включен стоимость процедуры и на подсознание ему кажется что он заплатил за то чем не воспользовался вот что тоже я очень хотела бы чтобы мастера понимали в вопросах ценообразование и вообще формирование прайса ладно в общем подхожу уже к концу потому что прошли мои полчаса мне кажется у меня дальше телефон отрубится я его забыла поставить на зарядку в общем да новость важная ой сколько вопросов а это и запросника stories важная новость до завтрашнего дня по моему до пяти или до семи часов вечера до семи наверное действует скидка 20 процентов на курс я считаю для того чтобы ее получить нужно выложить stories отметить нас насти nail nasty и жар nails прям вот значками вот такими как тут нарисованы потому что иначе мы просто эту stories не увидим когда вы это сделаете выложите stories вы можете просто какой-то скрин денег любой пост наш снасти из наших страниц скрин на сайта короче вообще не важно что будет в этой stories нам было бы очень приятно если вы в этой истории с расскажите словами или напишите текстом почему вы хотите пройти наш курс и в ответ на эту stories нам придет отметок я тут ответ на эту stories придет мы напишем вам директ условия получения этой скидки на курс я считаю вот я надеюсь что я все успел вам рассказать поэтому пожалуйста присоединяйтесь и я уверена что этот курс он как раз таки закроет все вопросы и страхи потому что у нас огромный блок мотивационной мотивации и в том числе мы разбираем и страхи и установки и вот эти все вопросы ценообразования и всего 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 короче просто курс это ну как подсчет себестоимость это такая техническая часть вот а на самом деле курс это про больше на сайте я сейчас в stories выложу кликабель ну такую чтобы свайп можно было перейти на сайт на сайте есть подробная программа на сайте есть условия на сайте кстати указаны цены без скидки вам нужно будет ввести потом при оплате промо код промо код мы пришлем в директ в ответ на stories то есть вы выкладываете stories все на страничке от меня отмечаете нас насти и мы в ответ присылаем вам промо код который вы указите при оплате курса и получается скидку 20 процентов там получается почти 600 рублей вот мы решили это сделать как я уже вам рассказал что я очень долго сопротивлялась этому не сопротивлялась я сомневалась потому что для меня это было противоречие того что мы рассказываем в курсе но потом я реально это был такой крутой инсайт потому что я поняла почему я против скидок на маникюр но почему я не против скидок на товар а курс онлайн курс это товар это то что вы как я уже сказала скорее всего купите единоразово возможно вы купите потом еще раз я очень надеюсь вот но в общем подытоживая на самом деле вообще я этот эфир должна была вести про другое ну типа рассказывать немножко другую сторону но прям перед эфиром я поняла что именно эта мысль и так как просто вчера возник вопрос вот на тему того что же будет ценообразованием спросом кстати просто в двух словах на последок скажу просто мы начали еще рассуждать на тему кто просто не видел что типа вот что же будет с материалами расходниками после завершения карантина останутся ли маски под тем же конским ценам которые сейчас и я сказала что нет по завершению карантина по завершению масочного режима по завершению всей этой истории с пандемии коронавируса спрос на маски снизится соответственно производителям и магазинам которые продают маски придется снижать цены на них потому что просто за эти деньги сейчас их покупают за любые деньги потому что очень большой спрос рано или поздно такой огромный спрос на маски дезинфицирующие средства антисептики он закончится и соответственно вместе с снижением этого спроса на эти материалы снизится и цены это нормальная реакция рынка вот и то же самое будет и с маникюром я в том плане что мы вернемся на круги своя и вот сейчас когда особенно вот у тех мастеров которые находятся в тех регионах где карантин продлили до 31 мая вот у вас сейчас есть реальная возможность сесть и посчитать потому что потом вы выйдете работать потом будете пилить переживать или не переживать не знаю вам будет не до этого а сейчас пока у вас еще есть две недельки присоединяйтесь курсу я считаю чтобы рассчитать свою себестоимость и к выходу из карантина вы уже будете знать реально сколько вы тратите для того чтобы сделать кому-то ноготочки все я на свои 30 минут чуть больше уложилась все спасибо большое на самом деле не понравился такой короткий формат эфиров так что буду стараться выходить к вам почаще все всех целую пока пока